Друзья, на связи я, Эдскрайбер. Всем большой привет! Сегодня самая нашумевшая новинка этого года, просто топчик за недорого, и это не Xiaomi. Многие из вас хотели крутой смартфон в пределах до 15 тысяч рублей, и наступило это золотое время. Обычно по такой цене нам предлагают мобильники с не очень хорошей начинкой, допустим на процессоре MTK и так далее. Не считая, конечно же, телефонов от компании Xiaomi. Но наконец-то появился выбор, потому что Asus не поскупились продавать заряженный Asus Zenfone Max Pro M1 с процессором от смартфонов среднего класса за невероятно скромную цену для так называемого А-бренда. А выбор это хорошо не только само по себе, но это еще и здоровая конкуренция, дальнейшее снижение цен и рост качества бюджетных мобильников. Ах, хорош болтовни, давайте начинать. Распаковка. Такая вот фирменная замечательная коробочка, внутри сам телефон, зарядка 5 вольт 2 ампера, шнур USB, microUSB, очень красивая фирменная скрепка и макулатурочка. Открываем сим-молоток и, о чудо, Xiaomi, учитесь. Почему вы не делаете это в каждом своем телефоне, непонятно, ведь это же так просто. Тройной сим-молоток, 2 наносимки плюс карточка microSD. Просто супер. Экран 5,99 дюймов, разрешение 1160 на 1080, 403 ppi, это плотность пикселей, соотношение сторон 18 к 9 у IPS матрицы. Экран отличный для 2018 года, не стыдный. Запас яркости хорош, в принципе он не идеальный, но на солнце будет хватать и в темноте яркость тоже будет не сильно раздражать. Углы обзора тоже нормальные, как вы видите. Олеофобное покрытие есть, оно очень такого среднего качества, но для этой ценовой категории, опять-таки, отлично. Экран, если говорить в целом, то зачетный. Модули связи. LTE есть во всех нужных бендах, поэтому все будет работать отлично. Wi-Fi 2,4 Гц, GPS, ну и, конечно, короночка NFC. NFC, что нужно для того, чтобы NFC заработал, далее вы увидите в обзоре. Также Bluetooth 5.0 и еще одна короночка, это FM-радио, друзья. Работает отлично, радиостанция ловит хорошо, в общем, полный набор и полный топчик. Работает он почти что на голом андроиде, но разработчики компании Asus настраивают ее, эту оболочку, очень хорошо на данный аппарат. Можно сказать, что это своя фирменная оболочка ZenUI, но, конечно же, по сути, это голый андроид с минималочками. Камеры. Основная на 13 мегапикселей, апертура f2.2, не самая светосильная и вспомогательная на 5 мегапикселей, светосила f2.4. Фронталочка на 8 мегапикселей с апертурой f2.2. Видео основная камера пишет в 4К, 30 кадров в секунду. Примеры фото и видео вы увидите далее в обзоре. Железо. Центральный камень, всеми любимый 636 снаб, построенный по 14 нм техпроцессу. Используются ядра CRIO 260, также видеоускоритель ADRENO 520. Версия, которая в обзоре на 3.32, есть еще на 4.64. Оперативная память здесь типа LPDDR4X, то есть скоростная и основная память EMCP 5.1. Что нам покажет тест в Antutu? Около 114 тысяч баллов и это, друзья, просто отлично. Порты. Здесь есть microUSB, миниджек. Все хорошо, миниджек отлично оставили. Также шустрый сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу работает тоже хорошо. Но как вы сами знаете, это не самая безопасная блокировка экрана. Звук. Из динамиков звук средний. Если увеличить на всю громкость, иногда он даже срывается на хрипы. А в наушниках он просто нормальный, ну так скажем, среднего качества. Еще одна короночка этого телефона, это, конечно же, его батарея на 5000 мАч. Хватает ее на 2 дня, а в моем случае, друзья, на 3 дня без проблем. Конкуренты этого телефона Redmi Note 5, Note 5 Pro и Mi A2. И самое интересное, друзья, ценник приблизительно, если говорить о рублях, он стоит около 15 тысяч рублей или же 250 долларов. Приблизительно. Стоит ли он своих денег, друзья? Базаришь! Поговорим о некоторых внешних деталях этого телефона. На передней панели 8-мегапиксельная камера, разговорный динамик и вспышка для селфи-камеры, а также сенсоры и датчики. Слева тройной суперкомбо-слот. Справа кнопки громкостей, кнопка включения-выключения, она немного такая ребристая. Внизу миниджек, основной микрофон, микро-USB и основной динамик. На задней панели сверху вспомогательная камера на 5 мегапикселей, ниже ее основная на 13 мегапикселей. Камеры, скорее всего, от компании OmniVision и под ними вспышка. Сверху вспомогательный микрофон. На задней панели можно увидеть сверху и снизу пластиковые вставки и цельнометаллическую крышку. Сканер отпечатков пальцев и надпись ASUS. Проверим, друзья, телефон на скорость. Возьмем, для примера, YouTube и Chrome браузер. Я таки написал, да, YouTube и Chrome. Как видите, результаты в YouTube очень хорошие, не тормозит, никакого дискомфорта это не вызывает. Серфинг отличный. Также в Chrome все отлично, можно серфить по интернету без проблем и без каких-то больших заморочек или лагов. Я сам часто использую Chrome или YouTube в своей работе и, знаете, дискомфорта никакого это не доставляет. Плюсы и минусы этого телефона. Начнем с козырей. Первое. Мощнейшая батарейка на 5000 мАч. Второе. NFC. Третье. Тройной лоток под сим-карты. ESD. Четвертое. Мощный производительный процессор 636-й Snap. Пятое. Доступная цена. И шестое. Можно сказать, не самый очевидный плюс, но это миниджек. Он здесь есть. Посмотрите. Видео называется. Ионову подарили Asus Zenfone Max Pro M1. Из минусов. Мне даже, честно говоря, стыдно говорить о минусах этого телефона, но, наверное, вот microUSB я бы только отметил. Хотя, учитывая все плюсы этого телефона, это вообще, честно говоря, не минус. Друзья, прежде чем мы продолжим, подписывайтесь обязательно на этот канал. Если в твоем детстве лайки это были просто собаки, то обязательно жми лайк. Если есть возможность, сделай репост этого видео и жми на колокольчик. Далее, что нужно для того, чтобы NFC в этом телефоне работало. Видео можно было назвать. Демпинг это круто. А когда начинает демпинговать крутая большая компания типа Asus, это вообще очень и очень круто. Скорее всего, это было искусственное занижение цены с целью привлечения целевой аудитории Xiaomi. И хочется сказать, что оболочка ZenUI очень даже хороша. Хотя, по сути, это чистый Android, но над ней они постоянно работают. И, похоже, они поняли, что одна из основ это очень хорошая и правильная оболочка. Тогда ваши телефоны будут цениться. Вот почему хорошо смотреть вот именно такие обзоры. Вот в чем проблема иногда. Когда выходит новый телефон, новый гаджет, он достается, как правило, большим техноблогерам. Они его юзают и говорят. В общем, тут сыровато, тут троттлинг, тут не троттлинг, тут камеру не допилили, тут еще что-то и так далее. И получается не совсем общая картина или не совсем правильный обзор. А в обзорах, которые выходят чуть позже, ты уже видишь конечный результат или же конечную прошивку. Более адекватный, более объективный обзор того или иного продукта. По внешнему виду. Это вполне себе современный телефон. Материалы корпуса приятные. И мне особенно нравится передняя часть. Она очень монолитна. Скругленные края чем-то отдельно напоминают мне какой-то даже флагман. Ощущается в руке очень и очень приятно. По поводу NFC. Из коробочки он не работал. Оказалось, что все очень просто. Вначале прилетело обновление по воздуху. Я обновился и подумал, ну вот все окей, отлично мне прилетело обнова. Значит все хорошо. Но NFC не работал. Оказалось, что надо зайти в настройки и несколько раз обновиться до последней версии. В общем, у вас уйдет на это где-то 30 или 40 минут. Когда вы обновитесь до версии 327, то NFC автоматически заработает. Игры. В игре Snap 636 справляется на ура. И вы, наверное, хорошо знакомы с этим процессором по телефонам Xiaomi. Поэтому здесь говорить практически ничего не буду. Отмечу, что тоже оболочка очень хорошо заточена под этот телефон. И в игре играется тоже без проблем. Не обязательно на максимальных настройках и очень долго. Но, в принципе, аппарат тянет ее очень хорошо. А давайте теперь посмотрим пример фото на основную камеру. Итак, мы берем тестер для линз. Делаем фотографию достаточно далеко. Увеличиваем. Прилично увеличиваем. И мы видим, что, в принципе, есть определенного рода детализация. Но мы понимаем, что снимок сделан сдалека. Далее мы делаем снимок немного ближе. И увеличиваем. Обратите внимание, что даже пятый ряд здесь виден. Для этой ценовой категории это просто-просто отлично. Фотография сделана при очень хорошем освещении. Следующая. Итак, здесь мы видим эффект бокея. Каким образом отрабатывает. И обратите внимание на зелень. Мне очень понравилось, как отрабатывает цветокоррекция на Asus Zenfone Max Pro M1. Просто отлично. Следующая фотография без эффекта бокея. Вы видите, да, вот весь фон, так сказать, стал виден. И вот обратно. Вот такой эффект создается. Далее фотографии при недостаточном освещении. Увеличиваем. Здесь, в принципе, результат бюджетного такого телефона. Среднего уровня. И все нормально. Следующая фотография тоже самая. И теперь мы посмотрим пример видео на основную камеру. Итак, друзья. Подходит почти что к концу обзор Asus Zenfone Max Pro M1. Снимаем мы сейчас на основную камеру. Снимаем в 4К. И предварительные мои впечатления, друзья. Я просто шокировал с одной стороны камеры от Asus. Камера основная меня порадовала. И выводы немного будут дальше в обзоре. Итак, вы можете оценить качество картинки, снятые на Asus Zenfone Max Pro M1. Снятые в 4К. И звук мы тоже непосредственно пишем на сам телефон. Далее селфи-камера. Честно говоря, я был немного поражен. Смотрите, при очень хорошем освещении. Смотрите, какой он делает отличную фотографию. Все-таки Asus работает над алгоритмами своей оболочки. И мне очень понравилось. При хорошем освещении он делает просто великолепные снимки. Также смотрите, как он обрезает края. Где-то есть небольшие ошибочки. Но в целом все отлично вырезано. Все приподано очень и очень красиво. Следующая фотография. Мы сразу же ее увеличиваем. И видим, что здесь детализации, конечно же, не хватает. Когда отсутствует свет, то эта камера начинает сливать очень дичайше просто же. И обратите внимание, таким образом выглядят фотографии, ну, можно сказать, в ночное время со вспышкой. В принципе, здесь тоже есть неплохая детализация. Но плюс-минус фотографии неплохие. И сейчас мы посмотрим примеры видео на фронтальную камеру. Друзья, итак, Asus Zenfone Max Pro M1 пишем и сейчас на фронталочку. Звук мы пишем тоже непосредственно на сам телефон. Знаете, друзья, вот предварительные выводы очень-очень положительные. Я в основном думал, что Asus Zenfone Max Pro M1 будет сливать по камере. Камера меня удивила. Я просто, честно говоря, друзья, вообще в шоке от этой камеры. Это просто супер батареечка 5000 мАч. Лоток тебе тройной какой хочешь. Что хочешь, туда запихивай. Значит, NFC есть и еще камера зачетная. Само бадди тело отличное. Там есть металл, чуть пластика туда-сюда и так далее. Я думал, что он будет сливать по камере. Реально, друзья. Мое предположение, почему по камере он не сливает. И вы, кстати, увидите в следующем видео тест о сравнении камерафона 2018 года Mi A2. И этот тест, я вам предварительно скажу, вас немножечко удивит по сравнению с Asus Zenfone Max Pro M1. Так вот, почему камера тащит, хотя по сути она по всем позициям, по всем показателям, она должна просто-напросто уступать. Дело в том, что Asus Zenfone или вот эта оболочка ZenUI, на нее постоянно приходят обновы, обновления. Ну, раз в месяц, по крайней мере, есть какая-то обнова. И, скорее всего, они очень хорошо работают над алгоритмами непосредственно этой камеры. И они поставили, ну, как бы все фишки они поставили именно на Asus Zenfone Max Pro M1. Потому что аппарат зашел, сделали отличную рекламу, люди покупают, люди радуются, все работает, все отлично. Я не думаю, зафига нам нужен этот Xiaomi несчастный, где ничего, по сути, нет. А ну не, я так не думаю, на самом-то, нет, подожди. Но если это повторится, в ход пойдет холодное оружие. Здесь, ну, в общем, ладно. Это другие еще дела, мы посмотрим в сравнении. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Обязательно подписывайтесь на этот канал, жмите лайк этому видео. Делайте репост этого видео, жмите на колокольчик, пишите вообще любой комментарий. Сможете ли вы написать, допустим, правильно, сихофазотрон, или же, допустим, транквилизатор, или же гемоделюция, или же что-то там еще свое придумаете. Сможете ли вы правильно написать, пишите обязательно в комментариях. С вами был я, Эдскрайбер. Всем позитива и добра, всем отличного настроения. Всем пока-пока.